Еще в 2014 году, то есть ровно тысячу лет назад, князь Владимир Святославович при подготовке к военному походу на Новгород приказал теребить путь и мастить мосты. Для этого специально готовились и высылались вперед сборные отряды, в состав которых входили мастера по строительству и мостовым работам. С этого и началась история дорог в России. И сегодня в эфире программы «По существу» мы решили поговорить именно о дорогах. У нас в гостях Сергей Мартынов, заместитель начальника управления дорог «Волга» Федерального дорожного агентства. Сергей Динаидович, здравствуйте. Здравствуйте. Дороги, пожалуй, самая распространенная тема, обсуждаемая в России. Как Вы можете охарактеризовать сеть дорог, которые курируют Ваше управление и в каком они состоянии на сегодняшний день? В оперативном управлении дорог «Упродур-Волга» сегодня 1234 километра. Из них 329 километров проходят по дорогам Чувашской Республики. Есть сегодня дороги и первой категории, и второй. На сегодняшний день первой категории дорог в Чувашской Республике 73 километра. Все остальные дороги – это вторая категория. Поле деятельности сегодня огромное. Мы хотим дорогу М7 «Волга» полностью перевести, реконструировать под первую категорию. Поэтому работы у нас много. В России строительство автомобильных дорог является одной из самых значимых областей строительной индустрии. Это вполне объяснимо, ведь количество дорожного покрытия является практически одним из показателей экономического благоустройства страны. Ежегодно государство выделяет средства на строительство и ремонт дорог. Сколько было выделено нашу республику в этом году и на что они были потрачены? Росавтодор уделяет огромное внимание сегодня федеральным дорогам. В 2014 году финансирование выделено на дороге Чувашской Республики – это 4,2 миллиарда. В том числе и на строительство. Строительство моста 582 – это Сура, где мы собираемся работу завершить по первой очереди в 2015 году и вторую очередь запустить в 2015 году и завершить в 2018. Это 613-623, которые мы в этом году практически полностью работу выполнили по строительству, по реконструкции этого участка. По 588-601 в 2014 году приступили к работе и будем завершать работы в 2016 году. Это строительство моста через реку Малый Цивиль, 677-й километр в Цивильском районе, который мы собираемся завершать в 2015 году. Могу сказать, что участок дороги от границ с Нижнегородской областью по Чувашской Республике и до города Чебоксары практически мы в 2016 году доведем до первой категории. Остальные дороги по М7 «Волга» мы капитально ремонтируем и хотим до 2018 года полностью перевести их под высокий уровень содержания. Что такое высокий уровень содержания? Это более жесткие требования к покрытию, к обочинам и обстановке путей. То есть сегодня те дефекты, которые допускаются по порядку оценки уровня содержания, значит они будут более жесткие к этой федеральной автомобильной дороге. К 2018 году мы хотим привести дороги Чувашской Республики от Нижегородской области до города Чебоксары, первой Б-технической категории. Что это такое? Это дороги с разделительным барьерным ограждением, значит более четырех полос движения в разных направлениях, обязательно должны быть развязки, значит и в том числе двухуровневые. На всех реконструируемых сегодня участках автомобильных дорог в проекты мы обязательно закладываем строительство надземных и подземных пешеходных переходов и воплощаем сегодня это в жизнь. В каких регионах помимо Чувашии работает Ваше управление? Дороги Упрудор-Волга проходят по шести регионам. Это Нижегородская, Чувашская, Татарстан, Ульяновская область, Мордовия и Самарская область. Насколько мне известно, Упрудор-Волга работает с дорогами федерального значения. На что обращается внимание в работе по содержанию федеральных дорог? На сегодняшний день огромное внимание оказывается федеральным дорогам. Значит мы применяем и новые какие-то методы работы с подрядными организациями. Подрядная организация у нас по Чувашской республике это Воддорстрой, ООО Воддорстрой. И работы мы выполняем по содержанию. Вот очистка, покраска, значит приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Значит много делается сегодня именно по безопасности дорожного движения. Это мы устанавливаем очень много сегодня светофорных объектов. Мы нанесли на покрытие разметку термопластиком. То есть износостойкий материал, который служит там более двух лет. Мы сегодня устанавливаем большое количество дорожных знаков со светофорожающей пленкой, высокоинтенсивной светофорожающей пленкой, желто-зеленого цвета, флуоресцентного, для того, чтобы увеличить внимание водителя именно к каким-то проблемам дороги. То есть особенно на пешеходных переходах. Мы устанавливаем сегодня специальное табло переменной информации, которое будет давать информацию своевременно и достоверную информацию по состоянию автомобильных дорог на текущее время. С указанием на нем дорожных знаков с ограничением скоростного режима. На участках дорог устанавливаются барьерные ограждения. Вот новые барьерные ограждения пошли, это тросовые. И мы сегодня на участке Красной гор Катабанара, это в Цибирском районе, устанавливаем тросовые ограждения, которые будут разделять потоки. То есть от встречного, скажем, движения, для того, чтобы не было у нас переездов через эти сплошные, через эти на встречную полосу. Установили барьерные ограждения, которые делят потоки встречного направления, которые не даст автомобилям выскочить на встречку. Значит, не будет таких ДТП, которые, скажем, с большим количеством пострадавших или погибших. Всем известно, что в зимний период времени дорогам предъявляются большие требования к безопасности. Их очистка от снега, защита от снежных заносов, борьба с гололедицей. Всем этим занимаются компании, которые следят за содержанием дорог. Для уборки снега на дорогах используется специальная техника. Вот расскажите о ней, какие нужны условия для ее содержания и есть ли особенности ее содержания. Ну, при высокой интенсивности, конечно же, требуется большое количество специальной техники для того, чтобы своевременно и качественно содержать автомобильные дороги. Это и КДМ, которых у нас у подрядной организации ООО «Водорасстрой» более 40 штук. Для этих работ используются и погрузчики, и тягачи, экскаваторы, значит, и много другой техники. Сегодня мы используем, скажем так, что инновационные технологии. То есть наш подрядчик сегодня работает и чистыми солями. То есть для того, чтобы оперативно выполнить работы на автомобильной дороге во время именно выпадения снега, значит, он загружает соль, и вместо 5 километров за один ход он может обработать сразу до 50 километров, а может быть даже и больше. То есть это именно оперативная работа КДМ и подрядных организаций. Сегодня вся техника, дорожная техника подрядчиков, она оснащена датчиками и работает система ГЛОНАСС, которая учитывает работу всех подрядчиков, всей дорожной техники. И мы можем контролировать вместе с ЦУП, Центром управления производством предприятия, очистку, уборку на автомобильных дорогах. То есть именно своевременно или несвоевременно мы обработали песчаной соляносью, смесью, убрали снег с проезжей части автомобильных дорог и готова ли дорога к эксплуатации. А как вообще взаимодействие у вас с подрядными организациями? У нас сегодня работает Центр управления производством, я уже говорил, этот центр работает круглосуточно. Работают в этом ЦУПе дежурные, ответственные, которые постоянно по телефону общаются с подрядными организациями, с мастерскими участками, дают задания и получают информацию о выполнении работы. Сейчас на дорогах всем известная зебра превращается из серо-белой в желто-белую. Какие еще есть новшества по обустройству пешеходных переходов? Сегодня по всей стране мы изменяем разметку, то есть действительно, это бело-желтый цвет, для того, чтобы привлечь внимание водителей к пешеходным переходам. Также сегодня мы обязаны будем комплектовать эти пешеходные переходы обязательно ограждениями пешеходными, значит, дополнительными дорожными знаками, опять с флуоресцентом желто-зеленого цвета. Сегодня мы уделяем огромное внимание строительству тротуаров для пешеходов, для того, чтобы опять обеспечить беспрепятственные, так сказать, и безопасные движения наших пешеходов по нашим дорогам. По данным исследований, проведенных специалистами более чем в 10 странах мира, мероприятия по устройству искусственного освещения дорог снижают число смертельных исходов при аварии примерно на 65%. На 50% снижаются наезды на пешеходов. Как обстоят дела с искусственным освещением федеральных дорог, которые проходят мимо Чувашской республики? И какие требования к ним предъявляются? На сегодняшний день Упрудорболга уделяет огромное внимание именно освещению на наших дорогах. Если вы заметили, значит, вот практически по МСМ Волга у нас по населенным пунктам освещение уже практически везде есть. Значит, это и Цивильский район, это и Кугейсинский район, Чебоксарский район. Это, в общем-то, все пешеходные переходы практически. На сегодня мы проектируем еще искусственное освещение на участках автомобильных дорог. Это вот 657 карачуры, большие карачуры. Почему? Потому что этот участок тоже является очагом ДТП. Я так понимаю, что мы к 2018 году все вот эти работы по искусственному освещению завершим. А вот что касаемо энергосбережения, как к этому? Энергосбережения? Ну вот сегодня уже проекты готовятся будут с учетом того, чтобы применять все-таки энергосберегающие, так сказать, материалы, то есть светильники со светодиодами, что даст огромный эффект потом по экономии электроэнергии. Пункты метео- и видеонаблюдения, электронное табло и учет интенсивности движения. Все это сейчас актуально. В Москве подобные системы уже функционируют, а в нашей республике они появились совсем недавно. Как давно они установлены, для чего нужны и будет ли разворачиваться дальше данная программа? Да, это информация. Мы сегодня монтируем информационное табло на наших дорогах, особенно на МСМ «Волга». Значит, пока вот в декабре месяце мы должны будем запустить из них два. Это на 657-м километре около поселка Кугеси и в Козловском районе станции Тюрлема, где будет отображаться информация по скоростному режиму, ограничению скоростного режима и текстовая информация о неблагоприятных погодных условиях. Значит, мы будем информировать, предупреждать водителей о том, что есть какие-то особенности на автомобильных дорогах, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения. Что касается пунктов видео и метеонаблюдения? Сегодня на сети автомобильных дорог установлены 14 постов. Это метеоконтроля и 28 контактных датчиков температуры покрытия и 25 постов видеоконтроля. Значит, это огромная помощь нашим подрядчикам и нам для того, чтобы можно было своевременно выполнять работы по содержанию автомобильных дорог. Эта информация позволяет нам видеть, когда у нас именно точка перехода через ноль, на каких километрах, где на каких участках температура понижается, где температура покрытия понижается. И мы своевременно посылаем туда технику для того, чтобы они обработали эти дороги песчано-соляной смесью, рассолами либо солью. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, сегодня мы общались с заместителем начальника управления дорог Волго-Федерального дорожного агентства Сергеем Мартыновым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова